Добрый день, мы с вами сегодня начинаем или продолжаем начинаем говорить о высказывании, то есть тем самым продолжаем тему толкования. Переходим в крайнем случае от, как вы помните, понимания смысла и толкования. Наконец-то переходим к высказыванию. Сейчас я начну немножко с зачитывания текста Хайдеггера. Мы набросаем тут кое-что. Что нам о высказывании пытается рассказать? Ну, прежде всего, понятно, что мы говорили уже, высказывание для Хайдеггера это, в общем-то, модус. Вот как об этом говорится. Поскольку высказывание, в скобочках, суждение, основано в понимании и представляет производную форму осуществления толкования, оно тоже имеет смысл. Последнее, однако, нельзя определять как то, что выступает в осуждении рядом с актом суждения. Специальный анализ высказывания в данной взаимосвязи преследует несколько целей. В общем, так как данная структура, структура высказывания для Хайдеггера является, как бы, ну, дочерним таким предприятием, выразимся фигурно таким вот образом, дочерним предприятием оно является от предприятия понимания, толкования, смысл, да, с которым мы с вами вот всё время тут мучились, мучились, несколько лекций подряд. А это у нас дочернее предприятие, дальнейшее развитие и модификация, в принципе, толкование, то есть ответвление от одной ветки. Высказывание у нас происходит от толкования, само является определённым родом толкования, то оно всё же связано со смыслом, то есть там смысл есть. Но он никогда не выступает в высказывании и никогда там не лежит, так же, как вот в самом бытии, скажем так. То есть он там запрятан, во-первых, во-вторых, как-то косвенным образом часто являет себя и так далее. То есть требуется специальный анализ всего этого дела, естественно. Ну, сейчас я дальше буду зачитывать, мы более-менее будем понимать, к чему у нас идёт дело. Но прежде два слова о том, о чём мы с вами уже говорили. В целом всё это можно назвать невыразимым. То есть я упоминала уже такие фразы, кидала вам, что вот это вот бытие, как умение быть, вот это вот понимание, умение быть, даже толкование и даже смысл, который переживает человек, всё это как будто бы является чем-то тёмным, как будто является каким-то тёмным бытием, недоступным нам бытием, невыразимым. В общем-то, эта область является тем, что в философии затем, чуть позже, называется трансцендентальным. Каждый из нас, наверное, слышал уже это словечко благодаря Канту. Вот это запредельное, это запредельное. То есть мы всё время вращаемся в каких-то кругах, существуем и живём, которые этой области не достигают практически. И она является для нас запредельным. Но оказывается, что это запредельное, оно вообще-то находится в нас самих. Оно запредельное не там где-то, оно находится не за семью горами, и не под седьмым небом там в вышине. Оно находится в нас самих, оно есть сама наша структура, структура нашего бытия, вот эти вот смыслы. Сейчас я вам зачитаю одну фразу из Бибихина, а не из Хайдеггера. Она как-то бочком относится к тому, о чём мы говорим. «Бегут» стало быть не от трудностей, а от беспросветности. И просвет создаётся не кайфом, успехом, а опять же невыразимым смыслом. Если читаешь о несказанном, воображай не розовые дали роскоши, а просто то, что нигде, никак, прямо, просто так. Ну, тут нам пока в этом высказывании важна одна его часть, ко второй мы перейдём чуть позже. Та часть, которая говорит нам о невыразимом, о несказанном. То есть что-то спрятано, что-то прячется, что-то очень главное, очень важное для нас. Все вот эти вот смыслы, которыми мы живём, мы существуем, которые есть наша основа, и они где-то спрятаны от нас, они как бы нам недоступны, наши же собственные смыслы. И вот это оно нигде просто так напрямую, вот так себе не кажет, не показывает. Оно не выставлено перед нами на сцене, на него не наставлена куча прожекторов, мы не можем ходить его рассматривать. Понимаете, оно прячется, оно потаённое. Как Хайдеггер будет потом дальше говорить, что вот раскрытие сокрытого и тому подобное, переходя к истине. И вот дальше, сейчас я уже буду читать текст Хайдеггера, и вы поймёте, как он перекликается, каким образом он перекликается и с этой бибихинской фразой. Итак, дочернее предприятие высказывания. Но что же это такое? Как бы вступлением перед тем, как определять само высказывание, Хайдеггер бросает нам следующий абзац. На заметку, так сказать. Чтобы мы помнили и держали в голове следующее. Анализ высказывания занимает внутри фундаментально-онтологической проблематики исключительное место, поскольку в решающих началах античной антологии логос служил уникальной путеводной нитью для подхода к собственно сущему и для определения бытия этого сущего. То есть, посмотрите, в связи с высказыванием мы сразу же, естественно, движемся к логосу, к речи. Вообще. И следующая тема у нас после высказывания – это речь. Уже логос нас ждет. Уже он здесь, у порога. Понимание этого логоса. А логос – это, как вы знаете, еще древний темный гераклит. То есть, это настолько старое такое философское понятие, философская категория, что можно отправляться в самые первые мгновения жизни западноевропейской философии и там искать ответы на свои вопросы, что такое логос. Гераклит будет определять, что такое логос. Итак, значит, высказывание уже каким-то образом отсылает нас к логосу. Уже мы должны разбираться и с темой самого логоса. И далее. Наконец, высказывание истории расценивается как первичное и собственное место истины. Этот феномен так тесно сцеплен с проблемой бытия, что настоящее исследование в его дальнейшем ходе неизбежно наталкивается на проблему истины. Оно даже стоит уже, пусть не выражено, в ее измерении. Анализ высказывания призван подготовить и эту проблематику. Итак, в этом беглом наброске до начала самого еще анализа Хайдеггер нам указывает, что как только мы произнесли вот это слово высказывание, мы точно же где-то здесь рядом поблизости возродили тематику и проблематику логоса и тематику и проблематику истины. и мы от них не спасемся, мы никуда от них не уйдем, если мы вообще этого не будем затрагивать. И когда мы будем разговаривать о высказываниях, мы вольно или невольно будем уже отбрасывать некоторые такие световые блики на понимание логоса и на понимание истины. Ну, а теперь переходим к самому высказыванию и к тому, что именно удосужился нам подарить по поводу этой темы Хайдеггер. итак, в ниже следующем мы отводим титулу высказывания три значения, которые подчеркнуты из обозначенного им феномена, взаимосвязаны между собой и очерчивают в своем единстве полную структуру высказывания. Итак, по Хайдеггеру три главных значения у высказывания есть и он сейчас их перед нами представит, перечислит и по возможности кратенько разберет. Итак, первое. Высказывание означает первично показывание. Мы удерживаем тем самым исходный смысл логоса как чего-то апофатичного. То, что дает увидеть сущее из него самого утвердительное, положительное, то есть, ну это я поясняю. Высказывание молоток слишком тяжелый, открытое для смотрения не смысл, но сущее способе его подручности. Даже когда этого сущего нет в осязаемой и просматриваемой близости, высказывание имеет ввиду само сущее, а не где-то простое представление его. Не просто представленное, не тем более психическое состояние высказывающего его представления этого сущего. Вот все, что пока нам Хайдеггер вознамерился сообщить по поводу показывания. однако я разберу что он тут говорит, однако я вот здесь прямо-таки возмущена данной конкретной Хайдеггерской краткостью и желаю гораздо более расширить эту тему. Итак, сначала я вам расскажу то, что я хочу вам рассказать об этой функции или об этом значении высказывания, об этом показывании. Итак, высказывание, бытие, бытие, смысл и все то, о чем мы говорили, вот это понятливость, это толкование, эти смыслы, все, что мы рассматривали с вами и перебирали, вот этот весь клубок, вот этот весь узел, вот этот весь круг, они там могут проглядывать, они там могут показываться на свет. причем я возмущена тем, что Хайдеггер здесь как раз вот эту тему-то и опускает. Он вообще-то говорит о том, что в основном высказываниях показывается сущее, то есть какие-то предметы и какие-то определенности уже. он опускает вот этот момент, что показывается само бытие, что показывается само понимание, что показывается само толкование и сам смысл. А я считаю это максимально важным. Сейчас я вам зачитаю несколько примеров, чтобы вы осязаемо прочувствовали, о чем идет речь в данном показывании. Итак, первый пример я тут решила уже обратиться к иным авторам. Очень много использовала, одних часто обращалась к одним и тем же, к одним и тем же, хотя я стараюсь разнообразить. Сегодня в основном у меня Прус тоже тут уже основательно поработал, так что я его чувствую, я уже его заездила несколько. А сегодня я хочу обратиться к роману, современному роману, роману Кудзея, который называется Элизабет Костелло. Ну, я думаю, что он известный все-таки. Автор получил за него Нобелевскую премию и вообще имя Кудзея на слуху. Надеюсь, что она каким-то образом известна моим слушателям. Ну, в этом романе я всего лишь скажу два слова для того, чтобы понятно было, что я зачитываю, какой кусочек. Я хочу вам зачитать всего лишь маленький кусочек, маленький эпизодик, который описывается в этом романе и относится к нашей теме. Но, чтобы он стал внятен, я должна проговорить вначале пару слов. То есть, вот, Элизабетка Стелла это писательница, довольно-таки уже пожилая, она там ездит по всяким конференциям, куда ее приглашают, читают лекции. У нее есть сын, который ездит с ней и заботится о ней. И вот, во время одной из этих конференций сын знакомится с женщиной, занимающейся интервью, берущей интервью на радио. Ну, случайное такое знакомство, как это обычно бывает. они симпатичны друг другу, все дело оказывается постелью, заканчиваются постелью, да, то есть, тут не идет речь о каких-то глубоких личных чувствах, но они в конце концов спят друг с другом в номере. На утро выясняется, что у нее там есть муж, да и он не предполагал ничего, кроме того, что он думал, что она вообще хочет из него получить некоторые сведения о его матери и т.д. и т.п. то есть, вы понимаете эту обстановку. И вот описывается ночь, когда сын уже прекратил заниматься сексом, но все еще хотел бы чувствовать что-то по отношению к человеку, который лежит рядом с ним. Он проводит рукой по ее бедрам, по ее грудям, хочет чувствовать какую-то близость, понимает, что это невозможно. И далее я вам зачитаю небольшой кусочек. это мысль, которая крутится в его голове. Надо встать, надо выбраться отсюда, немедленно. Но он этого не делает. Отчего? Отчего же? От того, что хочет уснуть. Сон, говорит он себе, сон, что залатывает рваная рука в любви. Какое невероятное получилось у него сочетание слов. Все обезьяны на свете про сиденье хоть всю жизнь тыча пальцем в клавиши пишущих машинок не додумались бы так расположить слова и создать подобное безумное предложение. Слова явились неоткуда, явились из пустоты. Их не было. И вот они уже сложились во фразу. И она словно новорожденное дитя живет и дышит. Бьется сердце, работает мозг. И организм, этот невероятно сложный электрохимический комплекс из чудес. Он снова прикрывает глаза. Провал. Вот смотрите, на этой я не знаю там на какой-то мельчайшей грани, на каком-то мельчайшем мгновении все это человек понимает, что было то, что было. Была просто какая-то сексуальная близость, ничего особенного другого. Что-то в нем шевелится, что-то все-таки хотела другого. Тучи же в нем шевелится то, что он должен уходить, но сон это естество человека его перебарывает, и вот во всех этих бесконечно узнаваемых в принципе совершенно переживаниях вдруг мелькает вот эта фраза, которую он говорит самому себе. Он не говорит это кому-то, он не записывает это в блокнот, он не вставляет это в свое стихотворение, он не собирается кому-то сообщать, он просто говорит это самому себе, причем он не собирался разговаривать с самим собой, он не хотел выяснить, что происходит, ничего этого в нем не наблюдается, фраза рождается словно сама собой, она всплывает из его недр, неизвестно откуда, и вот этот момент я называю тем, когда смыслы бытие понимания показываются. Что же показалось в его этой фразе? Сон залатывает рваный рукав любви. Вот такая метафорическая фраза охватила смысл происходящего. Смысл происходящего чуть-чуть нам показался. Показался каким-то своим краешком. И вот такое высказывание, а то, что прозвучало внутри, в нашей голове, это тоже высказывание. Мы ни в коем случае не должны понимать высказывание как просто какую-то звуковую форму обязательно, как какую-то вербальную там звуковую фонетическую там вещь или не знаю какую, потому что это может быть даже и ментальная вещь, чисто ментальная. Мы даже звука не слышим, это мысль, это мысль какая-то мы говорим. Ну она то ли мысль, то ли вот просто что-то сказалось, это что-то сказалось, сложилась какая-то фраза. и Кудзея чуть-чуть подкидывает нам и маленькую такую разгадочку, он указывает нам на то, что ребята, вот мы любим вот этот вот парадокс для самих себя устраивать, что типа вот Шекспир написал произведение, Гомер написал произведение, в общем-то понятно, это вот сложилось там у них там через их душу прошло, а вот если вот как бы обезьяну посадить за эту пишущую машинку, то с какой долей вероятности она напишет вот такое же произведение, и мы на полном серьезе начинаем высчитывать эту долю вероятности, и это вопрос вовсе не такой смешной, не такой безобидный, как нам кажется, а почему он не такой безобидный, потому что у нас на пороге технологичный век, потому что нам там уже дышит в спину искусственный интеллект, для которого этот вопрос вовсе не смешной, а сможет искусственный интеллект нарисовать такую же картину, как великие гении, да, мы ему даем читать эти романы, он их должен воспроизвести, мы ему даем читать эти стихи, поэзию человеческую, он должен написать свои собственные стихи, воспроизвести, то же самое как бы и фраза, и вопрос не безобидный, и вот Кудзея нам тут подсказывает, что елки-палки, тут же дело вовсе не в вероятности, не в количестве, то что бесконечно мало там этой вероятности, тут дело не в этом, это вообще никакого отношения к этой вероятности не имеет, потому что когда мы сравниваем вероятность обезьяны, мы сравниваем ее с вероятностью человеческого рации, что человек будет складывать по какому-то своему рацию, и у него естественно шансы достаточно велики написать нечто стоящее, а у обезьяны малы, но Кудзея говорит, это вообще пришло не оттуда, это пришло не из рации, это пришло не из языка там, не еще чего-то, это родилось непосредственно самой себя прямо из бытия, там вообще нет речи о каких-то шансах или возможностях или случайностях, это вот то единственно верное, единственно верное, это не множество фраз, это не еще что-то другое, это то единственное верное, что и происходит на самом деле, вот так и не иначе, кстати говоря, о смешном, мы вот всегда параллелим вот этих обезьян, да, и людей, и говорим о том, что человеку естественно как бы есть шанс написать, а обезьяны нет, на самом деле можно было бы более смешно выразить этот парадокс, поскольку массы, массы рациональных людей, которые знают азбуку, знают, как правильно писать, и читали произведения великих классиков, вот если их посадить за пишущие машины, и им, а не обезьянам, дать задание написать вторую Илиаду, или второго Ромео Джульетту, то они ее не напишут, вот в чем проблема, вот эту проблему мы не хотим замечать, мы стараемся посадить туда обезьяну, или мы стараемся посадить туда искусственный интеллект, но проблема в том, что люди, люди не напишут, люди не напишут, они не перескочат, не возьмут этот барьер, не перескочат через него, вот почему все это странно, отчего же, они не смогут через этот барьер перепрыгнуть, почему, что им мешает, обезьяна это понятно, у нее нет логики, у нее нет знания, у нее вообще нет культуры, а человек, у него вроде все это есть, однако он не пишет вторую Илиаду, он не сможет написать вторую Илиаду, и его доля вероятности того, что он напишет, она не просто бесконечно мала, она может считать равна нулю, вероятность сходит на нет, мы вот здесь в этих вопросах кошмарно путаемся во всех, и так вот видите этот моментик он не только рассказывает нам о нашей теме, но еще и кучу других тем оживляет и мы словно как будто бы на музыкальном инструменте сейчас с вами играем, но нам нужно было увидеть вот ясно вот этот рощерк прощерк мигания проглядывания к слову сказать вот когда таким образом проглядывает бытие оно может проглядывать высказывание но не обязательно только высказывание вот тогда хайдеггер кстати говорит о просвете о просвете вот эта тема хайдеггера вот это и есть просвет то есть бытие оно перешло в сущее смотрите в высказывание то чего не было вот это бытие его уж вечно как будто нет оно вдруг стало тем что оно есть вот это перешло в сущее тем что можно пощупать вот эту фразу уже можно повертеть в руках подумать над ней что это такое вообще ее даже можно записать правильно встать и записать на листе бумаги но уже фраза она уже существует вот в нашем на личном мире буквально в словах в буковках я ее могу произнести с чувством потом повторить самому себе задуматься над ней она уже родилась и вот этот переход Хайдеггер называет просветом когда пропасть между сущим и бытием о которой он все время пишет в своей книге между сущим и бытием между антологическим и антическим существует бездонная пропасть вот эта пропасть вдруг перепрыгивается в просвете в молнии в чем угодно вот это и есть просвет бытие само себя показывает и сущее само становится представителем этого бытия оно не сущее которое вот это вот отделено от бытия противопоставлено ему там и знать его не хочет и забыла о нем а это именно их тождество какое-то невозможное странное тождество и сейчас я снова вернусь к фразе Бибихина смотрите и прочитаю вам ее заново чтобы уже исходя из того что мы с вами разобрали и Бибихинская фраза воспринялась по-иному бегут стало быть не от трудностей а от беспросветности говорит Бибихин значит люди пугаются в принципе не трудностей это только кажется так что люди напуганы трудностями человек может перенести массу трудностей на самом деле даже столько сколько он сам себе и представить не может на самом деле так но для него должен быть смысл для него должен быть смысл и должен этот смысл быть как каким-то образом проявлен он должен себя показывать он должен в чем-то себя показывать то есть должен быть какой-то просвет вот мы часто говорим беспросветная жизнь да беспросветное существование или мрачное время или еще что-то нет у нас каких-то смыслов они или они ну как правило они даже иногда бывает их нет да а иногда бывает мы их ощущаем и чувствуем но они нигде не могут показаться и мы их нигде не видим ведь проблема это большая для нашего человеческого существования и вот от этого бегут вот это вот страшно от этого человек пытается уклониться он не хочет чтобы так было не хочет а что делать с этим он не знает чтобы был вот этот просвет чтобы он случился и вот наш герой о котором мы сейчас только что с вами говорили герой Кудзеи он ведь спонтанно совершенно осуществил этот просвет да он просто вот двигался и совершенно спонтанно вот так это высказывание с ним случилось и оно осуществило просвет бытия оно показало какой-то смысл в общем вот оно перед вами показывание в своем истинном виде и истинной натуре а то что показывается какое-то сущее потом после этого то же мы друг на друга показываем там я не знаю заходим куда-нибудь и говорим смотри вот это стол в этом не слишком там много толку конечно мы так друг другу показываем каждую минуту каждую секунду у нас вся жизнь этим наполнена мы там говорим тот то пошел то туда то этот пошел то сюда то да мы показываем друг другу все это но это мы показываем сущее и это менее интересно потому что оно делается на раз два три это показывание автоматически а вот показывание самого смысла бытия вот этого понимания вот этой сути соли нашей вот оно осуществляется очень редко крайне редко осуществляется этот просвет так еще раз бибихинская фраза бегут стало быть не от трудностей а от беспросветности и просвет создается не кайфом успехом вот смотрите создается не кайфом и не успехом ну конечно же мы считаем что если наше существование благополучное вполне удалось то у нас как бы жизнь осмысленная и прекрасная да ничего подобного еще раз повторю наш герой произносит эту фразу тогда когда он ну не знаю уцепился там просто за какие-то да человеческие слабости склонности женщина была склонна переспать с ним одну ночь и он был склонен переспать с женщиной одну ночь назвать это успехом можно конечно с большим трудом хотя находятся такие лавеллации которые любую ночь с женщиной могут назвать своим собственным успехом но наш герой к этим товарищам не относится так вот это не успех не кайф не еще что-то не он рождает вот эти вот просветы не он мы вообще не можем говорить что рождает эти просветы вот Бибихин говорит создается не кайфом успехом а опять же невыразимым смыслом смыслом создается то есть должны быть какие-то смыслы обязательно в герое который сказал данную фразу была куча смыслов он чего-то хотел он хотел интимной близости он переживает за свою собственную мать он думает о том что как бы он его связь с женщиной как бы не повредила его матери в том числе чтобы он не сказал лишнего он вообще пытается понять как-то ну и происходящее вот что вообще вот она хотела тоже ее как-то и не могу сказать что у него сильно большие запросы но у него через его душу протекают какие-то смыслы это несомненно и вот протекание этих смыслов оно и родило просвет и скорее всего даже потому оно родило этот просвет что вот эта извечная фигня наша прошу прощения за мое такое выражение наша извечная фигня бла-бла-бла как раз возможности все заболтать как раз возможности все упаковать в это сущее в это знакомое в это уже представимое то та возможность которая подкидывается нам успехом кайфом нашим благополучием вот она как раз была вырезана выброшена нафиг и вот благодаря такому сильному давлению или срезанию сам смысл родился в чистом виде в нем просто родился и ну ну так и остался а к чему его приложив для чего он зачем кому он нужен зачем он родился ну знаете он поражает просто самим собой его не нужно ни к чему прикладывать он есть потому что он есть и он есть таков как он есть и ну смысл приходит вместе с ним не нужно отсылать к чему-то еще другому это вот и есть мы мы вот в этой фразе и являемся людьми или являемся бытием присутствия и и последнее значит что Бибихин тут нам заворачивает это что если читаешь о несказанном воображении розовые дали роскоши а просто то что нигде никак прямо просто так и так то есть оно вот всегда всегда как чудо какое-то рождается хотя не стоит педалировать его эту чудесную сторону потому что на самом деле это чуть ли не самый естественный закон нашего бытия но мы его настолько уже задвинули и как будто замусорили забросали чем-то иным что он уже нам не кажется никаким естественным а кажется чудом когда он приходит нам кажется чудом так а теперь давайте вот этот вот это показывание настоящее показывание бытия а вовсе не сущего не хайдеггерская фраза про то что молоток там тяжелый я сейчас злюсь на хайдеггера за то что он так тут проскользнул мимо существенной темы и ограничился показыванием всего лишь этого сущего ну да бог что давайте продолжим рассматривать некоторые примерчики у меня тут еще в закромах родины так сказать есть пару примерчиков из Бибихина и эти примерчики они они в общем первое говорение детей в принципе они взяты из статьи Бибихина детский лепет Бибихин говорит о детском лепете то есть остановлении речи у детей о первом появлении у них высказываний и это обязательно нужно зачитать кое-что для того чтобы было более-менее понятно на чем мы сейчас будем балансировать и играть итак вот мы сказали с вами что самое главное самое главное что есть высказывание это то что через него бытие может показаться через него бытие может вступить в просвет то есть фактически может случиться истина и что такое истина по хайдегеру по хайдегеру истина это непотаемое вот оно было потаемое вот оно было сокрытое а теперь у нас раскрытие сокрытого и мы видим непотаемое оно как бы обнажается но оно никогда не бывает вот таким полностью голым оно всегда окутано окутано флером все равно вот загадочности и тайны оно обязательно так является то есть царственно величественно как-то но при этом оно уже выступает как непотаемое оно вышло на свет мы говорим что это просвет мы говорим что это истина непотаемая ну а по древним грекам истина или алитея это было незабываемое и я не думаю что они тут так уж кардинально различаются ну вот в нашем разговоре различия между ними не столь существенны потому что незабываемое это то же самое то бытие которое выступило оно здесь есть оно случилось и его забыть невозможно 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 забыть вот эту фразу невозможно забыть еще что-то как вот высказывания это людей нас тоже поражают правильно наверное в вашей жизни случалось высказывание наталкиваться на какие-нибудь высказывания людей которые поражали вас в самое сердце поражали ваше воображение ваши чувства затрагивали это вот они значит попадали то есть они попадали в ваши смыслы эти фразы являлись как бы голосом ваших смыслах ваших смыслов и вашего бытия вы произнесли не сами ну и что это не имеет значения их кто-то произнес бытие все равно явилось а в какой-то момент вы и сами произносите эти фразы и может быть даже этого не замечаете с нами часто это походу случается вообще-то я кстати по этому поводу хотела там снова вспомнить Шекспира тот кусок который я вам зачитывала там же помните шут когда успокаивает королеву он тоже оговаривается и вот это вот эти оговоры как бы сбив рациональной правильной разумной логики иногда и является единственно верным показыванием смыслового бытия вот что удивительно вот что странно фрейд называл такие вещи проговаривается то есть вот мы анализируем речь и какая-то часть ее мы видим построена как бы нормально узнаваемо по всем правилам там рациональности опосведования там знаки символы все понятно все расшифровывается и вдруг в эту речь вклинивается что такое несуразное что такое непонятное откуда оно взялось какой-то дефект какое-то нарушение какой-то какой-то клиномен выражаясь древним языком или отклонение клиномен это отклонение движения атома от обычного своего пути и ну вот казалось бы изъян а в этом изъяне вообще-то и таится как бы то чего мы чего мы хотим на самом деле чего мы алчим поэтому вот взрослая речь она именно как некоторые перебивы сбивы ритма или даже как аритмия она показывает себя как аритмия то есть бытие проступает во взрослой речи как нечто аритмичное сбивающееся или выпадающее из обычной рациональной взрослой конструкции и вот когда Бибихин начинает писать о детской речи и о взрослой речи он неплохо показывает каким образом сначала детская непосредственная лепетная речь находится в противоречии со взрослой рациональной речью указующей означенной наличной уже то вот он там показывает каким образом взрослая речь как бы включает в себя речь ребенка постепенно и потихоньку вот то вот эта речь ребенка или то что являлось самым первоначалом архе она остается она остается внутри взрослой речи но он остается как ее некоторыми диссонансами и кстати о птичках здесь же я хотела и сказать что несмотря на то что Хайдеггер утверждает что высказывание вовсе не относится там к психическим состояниям или к представлениям я полностью с ним согласна но хочу сказать что есть и более смелое утверждение например лично мое которое говорит что высказывание не относится к этим вещам естественно оно не является психическим состоянием или чем-то другим оно относится к бытию все верно однако высказывание может говорить и о психических состояниях лишь бы мы умели читать но это нужно такое искусство чтения это искусство чтения по бытию скажем так которым обладает далеко не каждый гений об обычных людях я уже вообще не говорю но я уверена что это так что по высказыванию в принципе можно читать и о психических состояниях и о представлениях самого человека то есть прочитывать можно все эти картинки но это наверное наше сложное будущее если оно когда-нибудь наступит в своем лучшем варианте давайте вернемся к нашему показыванию вот когда бытие само бытие еще раз я напираю кажет в себя а вовсе не там какое-то обыкновенное сущее и так мы идем к детям к детям которые еще не изуродованы нашей цивилизацией которые еще не изуродованы другими значениями высказывания они сейчас будут писать Хайдеггер дальше что это за другие значения высказывания ух эти значения итак дети я зачитываю вам кусок из статьи Бибихина под названием детский лепет прослушайте его пожалуйста приведем примеры легко наблюдаемого родом ребенок весело играющий с матерью в один из моментов этой игры становится на ее колени приближает свое лицо к ее лицу берет ее за щеки жест ранее обозначавший ребенка в отношении к себе указания вот я и говорит это матушка ясно что адресат этого высказывания не мать его цель не в первую очередь общение с матерью хотя конечно и общение с ней тоже адресат высказывания тем не менее есть попробуем его найти но сначала еще пример 11-месячный ребенок при виде собаки и кошки импульсивно громко с движением всем телом или по крайней мере головой вперед произносит АВ первоначально с поразительно точной имитацией лая собаки годичному возрасту интонация звукоподражания отпадает голос становится тише и ровнее в год и месяц АВ произносится очень тихим спокойным голосом при каждом случае появления собаки в момент ее появления не имея черт сообщения взрослому об увиденном и произведя впечатление невольного комментария свидетельства о ситуации третий пример наугад уроненный из коляски в возрасте год и два месяца и больно ушибшись ребенок неистово плачет 2-3 минуты потом спокойно и чисто произносит бах и тут же перестает плакать вот довольно забавные и интересные примерчики из Бибихина сейчас мы с вами их тоже будем разбирать но прежде чем мы их будем разбирать я вам зачитаю дальше Хайдеггера это нам понадобится для того чтобы мы могли сличать Хайдеггеровский текст с Бибихинским текстом проверять его вот на этих детских примерах итак первое значение мы худо бедно с вами но немножко разобрали это значение показывания показывания то есть высказывание что-то показывает и прежде всего оно показывает само бытие сам смысл выступает в нем ну и потом естественно оно показывает сущность и тут как-то сказать что вот понимаете обязательно оно будет как бы показывать высказывание бытие ну в каком-то роде будет вот Хайдеггер настаивает на этом говорит что есть там смыслы даже в самом дурацком высказывании самым глупом самом еще каком-то там есть смыслы какие-то есть не будет это функция абсолютно чистой и свободной от смысла потому что она идет от толкования там есть смыслы их можно распутать их можно расплести все равно как заниматься вот этой патологией но по большей части все наши высказывания показывают только сущее 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 они показывают сущее и только редчайшие наши высказывания показывают бытие но и что что они редчайшие может быть они редчайшие но это все равно не отменяет того что это самое главное и вот когда мы обращаемся к примерам детей вот здесь бибихинским примерам детей то бибихин делает упор на то что не сообщение было главным для ребенка он не собирался никому ничего сообщать не какое-то осмысление или сравнение или какие-то действия с предметами не вызывали у него это выражение а что же тогда произошло а это было вот такое живое стихийное спонтанное как бы показывание бытия раз и бытие показалось оно показалось в слове помните это как в библии затертая до ужаса место до дыр да в начале было слово и слово было у бога и слово было бог бытие вошло в слово маленький ребенок упал плакал но когда он сказал бах он сам себя в этом слове как бы проявил собрал понял осмыслил и успокоился то он упал он упал вот вы будете об этом говорить сложно очень да и кто-нибудь будет говорить об этом через закон и тяготение а ребенок об этом же самом о том же самом смысле скажет слово бах и я еще раз настойчиво повторю что это тот же самый смысл законы уровни степени не те же самые а вот смысл тот же самый для бытия потому что если человек шел по дороге этот человек был ученый и он знает не только о теории тяготения но и даже какие-нибудь законы квантовой термодинамики но он поскользнулся упал больно ушибся то смысл произошедшего с ним ничем не отличается от смысла произошедшего с ребенком и в принципе выражается тем словом который сказал ребенок он выражается словом бах он выражается словом бах я вдруг упал неожиданно упал непреднамеренно упал со мной случилось вот это падение вот как бы на чем вот все время хочется сфокусироваться мне и бибихин в этих примерах выделяет тоже вот эту главную функцию не то что невольно он сознательно ее выделяет он именно прорабатывает через такие примеры он говорит о том что в начале не сообщение нет 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 потому что вот как мы вообще распространенно рассуждаем о высказываниях о речи о языке вообще для нас речь и язык это сообщаемость то есть вот речь служит сообщению это наше такое наивное представление которого мы придерживаемся даже не задумываясь о нем но мы считаем что речь она служит для общения нашего общения друг с другом то есть для того чтобы я что-то сообщал мне что-то сообщали но для чего еще может быть речь и мы не догадываемся о том что это одна лишь из функций речь одна лишь из функций высказывания и далеко не самое главное не базовое вот есть американский там филолог лингвист философ наам хомский тоже известный товарищ и вот он по этому поводу неоднократно уже высказывался и писал что вот вечно вот эта вот проблема да что вот коммуникативная роль языка она вот все время выдвигается на первый план в самом подходе к языку и с этим ничего невозможно поделать очень трудно как-то изменить вот эти вот устоявшиеся уже у нас годами истории представления и вот мы продолжаем как бы сжать на эту педаль на педаль коммуникативности сообщаемости адресованности и мы не замечаем другую сторону другую функцию и нам хаомский говорил об этой функции по-другому так называл ее что это мышление то есть в бытии проявляет себя мышление и тогда она себя озвучивает но это казалось бы это несколько отличается от Хайдегера и Бибихина на самом деле нет нет ребята оно не отличается потому что что такое мышление мы ведь и пытались это разобрать мышление то же самое что и бытие и мышление появляется там где есть отношение бытия к бытию вот где есть вот эти смыслы где есть вот это понимание где есть вот это толкование вот в эти моменты и рождается язык рождается слово рождается вот это вот высказывание и Хомский он там интуитивно по-своему как-то копая-копая выходит к тому же самому там окольными путями и Бибихин, когда он исследует, у него есть это же внутренняя форма слова, книга Бибихин там проходится по Гумбольту, по Потебни очень интересные товарищи, изучающие со своей стороны язык, слово, речь высказывания, естественно советую знакомиться с трудами Гумбольта они крайне интересны, советую знакомиться с трудами Потебни для начала можно познакомиться с самой книгой Бибихина внутренняя форма слова там он очень много анализирует и Потебни, и Гумбольта так вот все они в одну почему-то сторону как бы приходят в одну сторону склоняются что роль сообщения она уже вторая, третья что есть какое-то первичное значение вот это вот высказывание первичное значение оно заключается в том что вот это просто мягко говоря бытие такое вот рождает свою модификацию оно проявляется входит в просвет становится как бы сущим в этот момент да или Бог у Бога появляется слово Бог говорит слово вы знаете в этот момент когда герой вот Кудзея говорит данную фразу я думаю он себя и ощущает Богом посмотрите чем я не поэт чем я не Бог родил такую красивую фразу но и ребенок когда говорит бах он занимается тем же самым он округлил и осмыслил все что с ним произошло он отвлекся просто от своей боли которую он переживает в данный конкретный момент сейчас ай-яй-яй больно я впал в эту боль я думаю только о ней а кого позвать на помощь еще чего-то нет ребенок вдруг как-то ухватил все сразу и целиком что он сидел в коляске что ему было классно потом что он свалился это же оказывается он наверное полетел он ударился поэтому ему больно и вот когда он все это понял целиком осознал он вдруг рождает это слово бах и моментально успокаивается потому что как говорил Владимир Вениаминович дело не в трудностях для нас и не в боли и не в страдании а дело в том есть просвет или наша жизнь без просвета вот почему вот такая разгадка но я однако же собиралась зачитывать Хайдеггера и я его зачитываю второе значение по Хайдеггеру высказывание равносильно по значению предикации предикации ну то есть приписыванию предиката субъекту приписыванию какого-то свойства предикат высказывается о субъекте этот определяется тем высказанное в этом значении высказывание не так называемый предикат но сам молоток высказывающая то есть определяющая лежит наоборот слишком тяжелый ну тут Хайдеггер не может никак оторваться от своего довольно дурацкого примера насчет молотка ну поскольку он в самом начале там с наличным начинал с молотков и так далее он продолжает эту свою вот песню про молотки ну в конечном итоге можно конечно и через молоток и через рекламу туалетного мыла как говорил Пруст все понять но наверное все же ему было бы лучше взять другие примеры но уж как взял так взял и так у него там молоток у Хайдеггера вы же понимаете что он показал нам сущее вот и рассказал нам о сущем вовсе не о бытии это я вам привела примеры показа бытия и поскольку у нас там висит молоток то у нас молоток тяжелый и тут Хайдеггер показывает нам что второе значение или вторая вот такая функция высказывания она заключается в том что поскольку вот это высказывание есть нечто уже отделенное от бытия уже отпочковавшееся оно есть нечто как бы независимо и самостоятельное есть какое-то орудие которое мы можем именно использовать как орудие получается что мы одно опосредуем другим у нас есть субъект у нас есть предикат одно является как бы пассивом другой активом одно другое определяет мы словно играемся в кубики мы взяли одно и мы взяли другое какое-то развлеченное сущее и одно отражаем в другом одно определяем через другое мы таким образом что-то конструируем мы таким образом что-то понимаем и нужно представить себе как бы что это мы делаем не ручками не ножками мы не что-то там строим опять же даже не виртуально а что это в речи в логосе заключена сама такая способность вот этого конструирования моделирования вот этого опосредования то есть вот эта вот вся игра игра которая немножко отделилась от наших смыслов и как бы увлеклась и сама собой там занимается потому что ведь все можно определять через все согласна барьеров нет границ для этого нет и тут язык расплывается и тут мы полностью падаем вот в эту вот бешеную стихию языка скорее точнее в ее дурные разлитые берега это какой-то ганг понимаете или там я не знаю какая река или нил который не знает себе пределов он начинает множиться и развиваться мы все можем высказать обо всем мы можем сказать что-то о чем-то о ком-то мы можем что-то кому-то приписать мы возьмем любой предмет и чего мы только в нем не найдем и что мы ему только не сможем приписать и вот эти интеллектуальные игры вот эти все интеллектуальные забавы они в принципе тоже являются функцией и значением высказывания вот это у нас такой иррациональный конструктор это у нас такая иррациональная как бы в кавычках рука наша речь наш язык это как будто наша вторая рука которая все опосредует все хватает и все опосредует одно через другое вот то есть это вот уже такие чисто относительные игры вот в эти игры уже гораздо больше любят играться наши лингвисты наши филологи туда же склоняется и много современная философия в изучении языка склоняется и навсегда там пропадает вместе с самим языком и тому подобное и все это происходит лишь потому что о всех других функциях и значениях выражения мы забываем они есть и они являются может быть даже более главными ну да ладно значит у нас есть как всегда классическая схема в классической схеме у нас есть субъекты предикат высказывания помните высказывание тут уже отождествляется с суждением а какое значение суждение имело всегда для классической философии это не нужно рассказывать в суждении есть субъект в суждении есть предикат предикат приписывается субъекту Хайдеги следует именно за этой классической схемой Я уж не знаю почему Надавать бы ему здесь по попке Простите меня за столь грубое выражение Так вот, есть высказывающие, есть высказанные Ну давайте посмотрим, что он еще тут может сказать об этом деле Главную суть мы, в общем-то, с вами ухватили Что это уже средство Это язык как средство Как средство охватить все через все Как средство отразить одно в другом Как некоторая такая вечная интеллектуальная игра Все хватывающая, огибающая Вот приблизительно так, как и мысль Она может проникать все, странствовать повсюду И вот следом за этой мыслью, наверное Раз мы уж сказали, что Ну как на Амхомске сказал Это потому что мы мыслим, поэтому мы и говорим Потому что мы мыслим, мы поэтому и говорим И в той мере, в какой там Животное там обладает простейшими мыслительными функциями Она тоже типа, типа говорит Ну давайте, ладно, не будем пока эту тяжелую тему Снова разбирать с животными Поехали дальше Итак, в той мере, в какой мы мыслим, мы говорим А мысль проникает повсюду И точно так же язык охватывает все Нет, ему удержу И поэтому, когда мы находимся вот на таком поле И пытаемся вот анализировать вот этот язык Это, ну ребята, это бесконечность Это дурная бесконечность Так, что еще Хайдеггер тут говорит Всякая предикация есть, что она есть Только как показывание Хайдеггер пытается в этом значении Вернуть нас, как бы, к исходу К началу Ну это вообще фишка Хайдеггера, конечно Одно в другом, да? Бытие в Помните же, экзистенциал Хайдеггера Одно в другом и через другое Хайдеггер не хочет, чтобы все эти функции высказывания Которые он сейчас здесь перед вами перечисляет Чтобы они отделялись одна от другой Он хочет, чтобы они, как бы, взаимопроникли друг друга И мы увидим, что он дает даже в конце всех своих рассуждений Одно единое определение для высказывания Которое пытается в самом себе соединить все три этих функции Ну сейчас мы к нему еще подойдем Значит, второе значение высказывания имеет свой фундамент в первом Члены, предусырующие артикуляции, субъект-предикакт Возникают внутри показывания Внутри показывания Определение не открывает впервые Кажущий из себя молоток, как такое Но ближайшим образом, как модус показывания Именно суживает зрение на нем То есть Хайдеггер тут настаивает Что показывающее – это открытие, просвет Это победа, это виктория, это победа Это бытие взорвалось, вышло на свет, наружу, расширилось Или там еще что-то сделало Вот такой смысл А вот эти наши игрища Вот это наше опосредование Язык как универсальный опосредователь Как вот этот бесхребедный орган Как мы могли бы его назвать Орган, в котором нет костей Молотить языком хорошо, потому что в нем нет костей Это как раз об этой, мне кажется, функции Он всегда суживает Надо понять, что он базируется на показывании На том, что что-то уже открыто Уже что-то открыто Мы уже что-то имеем Мы имеем какие-то смыслы Но мы их опускаем, как бы не проговариваем Они нам не являются Они не выступают на передний план А мы тут на переднем плане занимаемся Вот этой вот всей, ну, можно сказать, герундой Но вообще-то на самом деле Она же не настолько и герунда Да, вы же понимаете, что Тяжелый молоток Или нетяжелые Кривые гвозди у нас или прямые Иногда бывает крайне важным Поэтому высказывание вот здесь работает Оно здесь на месте Оно только когда начинает, как бы, чувствовать вот эту свою силенку Когда речь отделяется от всего остального И просто уходит, мягко говоря, в этот свой наркотический запой Тогда это, конечно, превращается в полное бла-бла-бла Но в любом случае Даже когда это крайне важно Для человека и для сущности А если бы это не было крайне важно Это значение, эта функция И не вырабатывалось бы для бытия присутствия Естественно, она крайне важна В любом случае Она суживает наш угол зрения Если бытие расширяет и распахивает горизонты Поскольку когда у нас выступает вперед бытие Ребята, то это самое универсальное, что может быть И поэтому тут говорить о каких-то границах Вообще трудно А рассказ о сущем Приписывание какой-то определенности Какой-то другой сущности Это очень большое сужение Это такая вот иголочка тонкая Которая язык Он еще и остренький наш язычок Он не только широкая балаболка Он еще и остренький, он еще и тоненький Вот он может проникать в самые мельчайшие поры Вот это вот сужение происходит И мы как иголочкой затрагиваем Самые тончайшие какие-то нюансы предметов Итак, суживает зрение на нем Чтобы через ограничение взгляда Сделать очевидное в его определенности Выражено очевидным Выражено очевидным Все и так было очевидно Что молоток был тяжелым, было очевидно Ну в какой-то больше или меньше мере В принципе Ну вот как вот Что-то подразумевается Даже если мы сообщаем кому-то Что молоток тяжелый Вообще-то Существо могло бы его поднять И убедиться в том, что он тяжелый Ну если мы кому-то сообщаем на расстоянии Не могло бы поднять, да? Но все равно это проговаривание очевидного Все равно мы базируемся на смыслах и на бытие А потом мы его только уточняем То есть не здесь впервые открывается истина И вообще не здесь лежит истина Хотя классическая философия Очень часто Искала истину именно здесь В суждении Когда мы чему-то одному Приписываем что-то другое И здесь мы искали истину Здесь мы копали Здесь мы рыли Здесь мы хотели найти эту истину А истина у нас связана с бытием А истина у нас связана гораздо больше с показыванием С раскрытием этого потаённого Вот и тут конечно Хадегер Большую заслугу имеет Потому что он Он это Понял И нам рассказал об этом Что мы вот Вот так вот И вся классика в общем-то Она в заблуждении пребывала Определение идёт перед лицом Уже очевидного Значит очевидное есть Проявленное есть Выступившее есть Просвеченное есть И только тогда И благодаря ему Возможно определение Итак определение идёт перед лицом Уже очевидного Слишком тяжёлого молотка Сначала на шаг назад Полагание субъекта Экранирует сущее до вот этого молотка Чтобы через акт убирания экрана Дать видеть очевидное В его определимой определённости Ну здесь вот Тут уже такие нюансы экранирования По поводу экранирования Что мы экранируем для того Чтобы как бы увидеть Мы постоянно ведь создаём себе фоны и декорации Мы всегда видим что-то на фонах и на декорациях Простите потому что Это ещё Алексей Федорович Лосев говорил Что если я даю определённый предмет Даю себе мысли представляю Или даю в речи То я обязательно ведь на фоне чего-то Другого его даю От чего я его отличаю И вот это вот Создание Прежде всего этого фона Создание всех этих декораций Где будет разыгрываться Этого места Где будет разыгрываться сам спектакль Нашего действия То ли действия языка То ли действия нашей руки Чего угодно Оно Вообще-то Происходит как экранирование Мы Что-то убираем На какой-то фон оставляем Вот это экранирование О нём много Затем будет Рассуждать Мирамма Мардашвили Тема конечно интересная Но Мы С вами На ней Останавливаться не будем Не имеем возможности Полагание субъекта Полагание предиката Вместе с их сополаганием Целиком и полностью Апофантичный В строгом смысле слова Апофантичный Ну То есть Утвердительный То есть Вот Ну Это всё то же самое Что мы уже обговорили Какое-то суждение Может что-то отрицать Ну Может говорить что Вот такого предмета Не существует Или этому предмету Не принадлежит То-то-то Да То есть Оно может быть Самым казалось бы Глубоко там Отрицательным И при этом Оно несёт Утвердительный смысл Оно базируется На чём-то Это Тоже такие вот Парадоксы Этого дела Они Раскрывались ещё В классические времена Там Лебнец Когда пишет О законе противоречия Он неплохо Это тоже показывает Вот что Даже любое Отрицательное утверждение Оно тоже что-то Утверждает На то оно и утверждение Вы всё отрицаете Но вы Полагаете Вот Это отрицание И чтобы его положить Вам нужно же что-то Что-то вам нужно Что вы вообще отрицаете Вы отрицаете Вот это Вот это Вы говорите Допустим Бога нет Но тем самым Вы уже положили Какое-то понятие Представление Бога Да Или вы там говорите То-то, то-то, то-то Не существует Вы уже положили То-то, то-то, то-то И вы уже положили Понятие Существования От существования Отталкивается Не существование И так далее То есть Смысл Как не крутись Куда этому суждению Говорится Не девайся Уж не говоря О каких-то положительных Высказываниях То и отрицательные Высказывания Все равно Вот такие вот Они вот такие вот Они все Все утвердительные Они все что-то Полагают Они все что-то Проявляют Какой-то смысл Бытия Так Ну у меня сейчас Осталось уже Мало времени И поэтому я Зачитываю Третье Третье функции Третье значение Высказывание Означает Сообщение Рассказывание Вот смотрите Наконец-то Появилось то Что мы Догоняем Мягко говоря Что мы Хоть какими-то Своими куриными Мозгами Вообще догоняем Мы же говорим Что мы Это Благодаря языку Общаемся Не все проблемы Проблемы языка Для нас Так это Проблемы общения И больше Как будто У языка Нет никаких проблем Но философ Конечно догадывается Что у языка Куча Совершенно иных проблем Существует Помимо Общения И Что Язык развивается Не только Не только От общения Хотя от общения Он развивается Но он не только От общения Развивается Гораздо больше Развивается От возможных форм Мыслительной Деятельности И духа человека Так ладно Прошу меня простить Читай дальше Высказывание Означает Сообщение Рассказывание Как такое Оно имеет Прямое отношение К высказыванию В первом И втором Значении Ну конечно И как оно Могло бы не иметь Да вот Мы все время Говорим Что мы сообщаемся Но А смысл Какое Это сообщение Вообще Вот о чем Я общаюсь С другим человеком Я ведь ему Что-то хочу показать Я ведь ему Что-то хочу Рассказать Это кстати Одно и то же Рассказать И показать То есть я ему Что-то на что-то Хочу указать И так далее То есть Уже Как только мы говорим Об общении Предполагается Что вот эти все Функции Первая и вторая Которые мы уже Рассмотрели Они Ну Присутствуют Они здесь уже присутствуют Они уже есть Поэтому Поэтому Хайдеггер Собственно говоря Так их и выстраивает Он начинает Вовсе не с коммуникации А он начинает С показывания Затем говорит Об Определении Да То есть О языке Как о средстве И Затем говорит О сообщаемости О языке Как о сообщении Далее Хайдеггер Оно дает Тоже Увидеть Показываемое По способу Определения То есть Здесь происходит Соразделение Показывания Видения И Определения Это очень большая Сложность Ребята Почему мы испытываем Такие большие Сложности В нашем общении Потому что Это не просто Друг с другом Обмениваться Какими-то Знаками По поводу Предметов Как мы Наивненько Полагаем А потому что Там должны Осуществляться Вот эти две Функции Должно Проступать Показываться Бытие И должно Определение Работать И это Должно Соразделяться Соразделяться Это как бы В совместном Нашем Бытие Должно быть Вот смотри Как об этом Хайдеггер Пишет Разделено Совместное Видящее Бытие К показанному Каковое Бытие К нему Надо опознать Как бытие В мире А именно В том мире Из какого Встречают Показываемое Ну Я сейчас Человеческими Русскими Словами Скажу Проблема Которую Выражал Пруст Простите Меня За то Что снова Пруст Я Говорю Речь Я обращаюсь К другому Человеку Но другой Человек Такое Понимает Из моей Речи Как Пруст Так Так Такое Там Вычитывает Такое Там Воспринимает Что Если бы Я Знал Об этом У меня Волосы Стали Дыбом То есть Ну Что он Там Понимает Значит Существует Проблема Того Чтоб В речи Не просто Вот эти Буковки Слышались И не просто Каждый Своё собственное Там Ощущал И чувствовал За этим Набором Фраз А проблема А потом У нас Как бы Встают Вопросы Об интерпретации Верной Интерпретации А проблема В том Чтобы Мы Доходили До Совместного Разделенного Бытия Та Которая Здесь И Показывается И Определяется Давайте Я сегодня На этом лекцию Пока Остановлю Дальше Мы Надеюсь Продолжим Все С той же Горячей Нотой Продолжение следует Продолжение следует